Здравствуйте! 122 преступления совершено за минувшую неделю в Палдорской области. Раскрыли из них 84. Почти 600 жителей региона с начала года наказаны полицейскими за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. В студии говорим о тех, кто нарушает закон или случайно становится его заложником. И вместе разбираемся, как не повторять ошибок. С вами Артем Клеван. Вот о чем будем говорить сегодня. Не убил, а допустил смерть по неосторожности. В чем разница, увидим на реальном случае из мест лишения свободы. Совсем молодой составителя поездов прижало вагонами на смертвой кивостузе. Сезон открыт. К пожарам в коме, степи, лесах и на дачах готовятся спасатели в Палдорской области. Одна из самых распространенных статьй в уголовном кодексе, точнее рассмотрение в судах, это 106-я часть 1-я, 2-я, 3-я, 107-я в том числе. То есть умышленное причинение тяжкого среднего вреда здоровью, повлекшее иногда по неосторожности смерть человека, иногда тяжкие последствия определенные инвалидным людям человека делают. Об этом мы сегодня будем говорить. Мы вновь в исправительном учреждении города Павлодара, где отбывают наказание за различные преступления, в том числе и по 106-й статье. У нас гость, сегодняшний Виталий Круглов, который отбывает наказание как раз-таки по 1-й, это 106-я, часть 3-я, то есть повлекшее по неосторожности смерть человека. Ну и еще кражи, о ней мы тоже чуть позже проговорим, как так вышло, что спустя неделю после одного преступления было совершено другое преступление. Виталий, сразу предупреждаю, что мы, раз ведем съемку, стало быть, мы будем это транслировать в СМИ, в открытых источниках, это могут увидеть любые, кто смотрит телеканал Ирбис или подписан на нас в Ютубе, в сайт и так далее. Ты даешь свое согласие на то, чтобы мы называли твое имя, фамилия и показывали твое лицо? Да. Все, согласие мы получили. Виталий, расскажи, пожалуйста, какой была твоя жизнь до того, как ты оказался в колонии? Мы не будем сейчас останавливаться на инциденте, произошедшем в июне, да? В июне 2021 года, к этому мы подойдем. Но до этого что? Какие взаимоотношения в семье были? Какие у тебя там работа, деньги, возможно, не знаю, злоупотребление алкоголем и так далее? Нет, я жил обычной жизнью. Сначала с матерью до того, как женился. С матерью жил, работал, потом дети появились, отдельно с женой стал жить. Так воспитывал детей, работал. Кем работал? Я в основном на заводах. У тебя образование было? Образование среднее. Среднее. Получается, ты не мастер, ничего такого, просто. Как разнорабочий. Насколько я знаю, преступление, о котором мы сейчас подойдем в итоге, ты совершил с братом. Брат так же, как и ты, работал, семья. Брат отдельно жил в другом городе. На заработок твой какой был? Сколько ты зарабатывал? В месяц от 150 и выше. От 150 и выше. На жизнь хватало? Да. Это было в каком городе? В Палдаре? Нет, я в Карагандинской области. В самой Караганде? Да. Работал в самой Караганде. И жил? Нет, жил в ближайших поселках. Там поселок есть. Пригородный какой-то поселок. Жизнь, жилье свое было? Съемная квартира. Ну, в съемной смысле, ты не с мамой жил. Да. Мама, какую важную роль играла, играет в твоей жизни? И играла на тот момент особенно. Мама всегда главная в этой жизни. И брат? С братом мы плохо не общались, когда он женился. Мы по разным городам разъехались. И иногда так общались. Ты оказался в ситуации определенной, которая тебя привела сюда. Вспомни, какие у тебя взаимоотношения были с тем человеком. Ну, как правильно его назвать? Отчима тебе его не назовешь? Да, или все-таки ты его знал дольше чего? Нет, я его видел в жизни всего несколько раз. Он с матерью отдельно жил. Сожитель мамы? Назовем так. Папа ваш где? Отца у меня нет. У нас с братом разные отцы. Так, вы сводные. А твой отец где? Погиб. Погиб. Сколько тебе лет было? Мать с темной беременной была. А, все ясно. Какие взаимоотношения были? Раз ты его пару раз видел, в любом случае, какие-то общения были уже с сожителем мамы? Какое-то у тебя отношение складывалось к человеку, который рядом с твоей мамой? Ну, мы с ним пару раз общались, только так познакомились. Потом так я у мамы интересовался, как они живутся. Мама говорила, что нормально все. Мама никогда не жаловалась? Нет. Он как в тот день, когда вы приехали, и та ситуация, которая... Давай сначала ее опишем. Что произошло? Вот по полочкам, грубо говоря. Я приехал, то-то, то-то, затем-то, затем-то. А произошло то, что произошло? Мы с братом приехали в маминой квартире, там мебель нужно было переставить. А мама отдельно на этот тот момент, в Сочи, мама уже жила. Вот мы переставили мебель и зашли к маме, чтобы отдать ключи. Вот. Я один поднимался в квартиру. Поднялся в квартиру, мать меня открыла, вся в слезах, и... Ну, красная как будто, отпущечина. Вот. Отчим стоял возле телевизора, когда я на порог зашел. Я его позвал, хотел узнать, что случилось, чтобы как-то успокоить, чтобы... Он ко мне подошел, стал меня бить, ни слова не сказал, стал меня бить. Я его хотел оттолкнуть, он меня за шею схватил и душить как бы стал. И потом вот завязалось, чтобы не отбиваться как-то, ну, отойти от него, вся эта ситуация просто. А что за конфликт у мамы с сожителем был? Он пьяный был в тот день. Вот они там поссорились там о своем, о чем-то мама так не сказала. Ну, ты, я понимаю, в тот день тебе, в моменте, когда это произошло, ты не знал. За все время вы так и не обсудили, что... Нет, мама не говорила, так говорит о своем, то, что пороговались там. Угу. До этого мама потом впоследствии рассказывала, были ли ранее такие ситуации со стороны сожителя? Ну, что более бил. Мама говорила, что он пил. Бил. То, что бил, не говорила. То, что пил, постоянно скандалы были, говорила. То есть, я правильно понимаю, в этот день впервые ударил? Ну, так, получается так. Просто ты оказался в этот момент рядом и все это увидел. Дальше что произошло? Он тебя начал душить, ты начал пытаться выбраться, драка. Да, мама на улицу вышла, позвала, получается, брата. Чтобы он нас разнял. Это частный дом? Нет, пятиэтажка. Пятиэтажка. Да. Брат зашел, стал нас разнимать стал. И все. Отчим сожитель мой. На пол в этот момент был. Вот я встал, и мы с братом вышли. Нам потом на следующий день сказали, что он погиб. На работу не вышел. Били сильно? Что произошло? Настолько, какие удары должны быть, чтобы человек в итоге умер? От чего он умер, известно? Сказали, что кровоизлияние, стол и головного мозга. То есть, вы били его по голове? Да. Вы оба? Нет, я один. Брат нас только разнял. Брат вообще не участвовал? Нет. Почему он тогда сейчас тоже отбывает наказание в голове? Потому что, когда нас поймала в милиции, он сказал, что тоже его бил. Когда это произошло? На следующий день вам сообщили. Вот у тебя какое ощущение было, чувство, что человек умер? И большая вероятность, что именно по твоей вине он умер? Ну, изначально я вообще даже не знал, что делать. У меня паника была в голове. Мне мать позвонила, все в слезах, потому что она в полиции. Находится то, что ее хотят за это закрыть. Я маме сказал, чтобы она рассказывала все, как есть. И потом, на следующий день нас поймала милиция. С Караганды, где брат жил, мы ехали домой туда. В пригород? Да, в тот пригород, где это все случилось. И нас по дороге полиция поймала и получался сразу. То есть, когда вы все узнали, вы сразу в полицию не пошли? Нет. Сознаваться, ничего такого? Нет, мы на следующий день поехали. И вас задержали по пути? Да. Не было желания убежать? Нет. А жена и ребенок, да, есть? Да. Ребенку сколько лет? Три года. Три года, мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик, сыну три года. Это сейчас. На тот момент, ты понимаешь, совсем был маленький. В данной ситуации слушаешь и кажется, как будто, вроде пришел мать защищать. Не мог по-другому не поступить. Но опять же, защищая мать, надо и себя защищать, да? То, где ты, вроде, мать защитил, он сам оказался в колонии. Вот это ощущение, что я человека лишил жизни. Нет чувства, что на всю жизнь у меня это пятно внутри какое-то там. Ну, внутри, конечно, есть такое то, что, как бы, человека уже не вернуть, но и поделать с этим уже все равно ничего нельзя. Его никак не вернешь. Так, конечно, сожалею о том, что так все произошло. Но? Ну, человека уже все равно не вернуть, а, извините, не могу ничего. Ты защищал мать в этот момент? Что для тебя вот, как ты себя, ты оправдываешь свой поступок? Нет, я не оправдываюсь, я сделаю то, что сделаю. Просто на тот момент я хотел просто поговорить, чтобы узнать ситуацию, которая произошла. Сожитель Ивана и меня первый набросился. Я просто стал защищаться и... В ходе следствия ты пытался доказать, что это была там не 106-я, а там самооборона или, ну, повлекши этого, пределы допустимой самообороны или что-то? Я говорил, как все это произошло, но сказали, что 106-я. Адвокаты? Адвокат был государственный. Ну, а денег на частного, естественно, не было. А сейчас, после, точнее, мы же вернуемся к тому, что после того, как ты совершал одно преступление, через неделю появилось другое преступление, это, понимаете, кражи. Что тебя подтолкнуло на это? Ну, там ситуация тоже произошла спонтанно. Мы просто у знакомого взяли велосипеды, ну, а он родителям не сказал то, что мы далеко, ну, далеко поедем. Мы с одного города уехали в другой, наверное, город. И потом нам нужно было на автобусе уезжать домой. А чтобы велосипеды с собой не таскать, мы их просто продали и уехали. Потом ему сообщили, родители заявление написали. А потерпевшим сколько лет? Он моего возраста был. Его родители написали заявление? Да. Вы осознавали, что вы преступление не совершили? Ну, мы прежде чем это сделать, позвонили им и сказали, мы велосипеды продадим, тебе потом деньги назад вернем эти. Сколько? В общем, за 50 тысяч два велосипеда. А стоили они? Подождите. Один за 10, по-моему. Я не помню точнее сумму. Но сумму ущерба помнишь? Материальный ущерб, на суде сказали, по 100 тысяч за каждый велосипед. Когда было совершено 29 июня одно преступление, на следующий день. Ты говоришь, что мы на следующий день узнали о том, что он скончался. Правильно? Да. На велосипедах вы поехали спустя больше 10 дней, по-моему, прошло. Вас как? В полицию допрос, задержали. Когда вас задержали? Это не вяжется у меня картина. Нет, снова задержали, потом показания снова сняли и назад домой отпустили. Сказали, что будут вызывать, когда понадобится. Вот так мы еще месяц дома были. Нас вызывали, когда показания дать, следственные эксперименты были. И потом в конце уже только закрыли. То есть, находясь уже, ты уже осознавал, что тебе какой-то срок, возможно, грозит? Уголовная ответственность за смерть человека? Вы еще и пошли на второе преступление. Ну, мне адвокаты до этого говорили, что там все, ну, выяснили, что он вообще по болезни какой-то умер. Изначально так мне говорили. И матери так говорили, что мы не виноваты в этом. То, что он там открыл. А другие экспертизы показали обратно? Да. Жизнь после. В колонии мы сейчас находимся. Тебе тут три года ты уже отбыл. Сколько еще отбыл? Еще пять. Еще пять лет. Это в совокупности за кражу и за смерть человека. Восемь лет, в общем, пять лет осталось. Условно досрочное, вероятность всего, ты тоже на него рассчитываешь. Иски потерпевших выплачиваешь? Нет, сейчас не выплачиваю, потому что здесь нет работы. А сколько тебе присудили моральным ущербом? Два миллиона. Сколько? Два миллиона. Часть какую-то выплатили? Нет. Потому что меня закрыли, а после этого тут не могу устроиться на работу, чтобы выплачивать. Ты осознаешь, что для того, чтобы выйти на свободу, тебе при этом надо еще и вот этот моральный ущерб выплатить? Да. Какие-то там, не знаю, жена, опять же, она же никуда не делась, наверное? Да. Ждет тебя. Да. В Караганде. Да. С ней связь, насколько вы поддерживаете? Вот это желание выйти, нормально жить, вернуться к семье, сына увидеть. Сюда сына, я так понимаю, вы не привозят, наверное? Нет, я сам сказал, чтобы не привезли. Да, в любом случае ситуация, чтобы сын не видел этот ужас, да? А сына ты насколько часто видишь? В принципе, там, фотографии, не знаю. Фотографии мне присылают по почте. Так, с таксофона звоню раз в неделю. Постоянно связь с женой поддерживаю, с ребенком общаюсь, с матерью общаюсь. У них как жизнь складывается после того, как ты оказался здесь? Ну, тяжело, как сказать. То, что сейчас жена одна, работать приходится больше, и с ребенком где-то тяжеловато, в общем, то, что меня сейчас нет. Тебя нет, жена все на себе? Да. Стремишься-то к чему в итоге? Назад, вернуться домой, спокойной жизнью, в семье не жить. Мама жива, здорова? Да. Маме сколько лет? С 76-го года. То, что произошло в семье, по сути, это обычный семейный бытовой конфликт, который, ну, происходит в любом доме, там, казахстанца, день через день может происходить, там, в любом многоэтажке. Но, приведший именно к смерти, это, конечно, не так часто, и слава богу, но, тем не менее, оно тоже происходит и показывает, как практика, там, судов наших. Например, судя номер два, допустим, 106-я или 107-я, ну, в месяц как минимум одно-два дела я наблюдаю, их рассматриваю. Ты, как человек, который оказался в этой ситуации, по сути, у вас то же самое, семейный бытовой конфликт, обычный. Ты оказался вместе у мамы, у них вроде своя жизнь, что там за конфликт. Вот, спустя уже три года после произошедшего, есть ли тебе что сказать тем, кто нас сейчас смотрит, и дома скандалы, возможно, у них тоже, к чему они могут привести, учитывая, опять же, что сожитель мамы в этот день, я так понял, первый раз ударил твою маму. До этого были просто скандалы, криги и употребление алкоголя излишнее. Да. Вот, что можно сказать тем, кто и молчит, сидит, ждет, что что-то произойдет, в смысле, там, жертва дома находится и не заявляет в полицию, и те, кто чуть-чуть выпив, начинает распускать руки, устраивать скандалы дома и все прочее. Что ты можешь сказать? Я даже не знаю, как фразу формулировать. Как? Лучше всего избегать, конечно, чтобы пьянок, вот этих, ну, вообще конфликтов стараться избегать, чтобы не попасть в такое положение. Жертве надо молчать, ждать, терпеть? Нет, лучше сразу об этом сказать, чтобы сразу какой-то выход из этого найти. Сказать кому? Ну, если начинаются конфликты, лучше обратиться, я думаю, в полицию, чтобы там с сожителем или с кем-то там, чтобы сразу поговорили, чтобы не доводить до такого. А что родственников надо звать? По сути, ты сейчас оказался в ситуации, когда конфликт произошел между мамой и сожителем, ты оказался в этот момент рядом. И в итоге ты сидишь, человек лежит в земле, а ситуация, которая там произошла, она как бы тебя напрямую там могла и не коснуться. Вызвали бы полицию на место, мама бы, если вызвала полицию на самом деле, приехали бы сотрудники полиции, они бы утихомирили в любом случае этого сожителя. И ты бы не оказался сейчас здесь. Ну, я там точно не знаю, может, просто не успела мама или хотелось бы. Я не говорю о том, что там твоя мама в чем-то виновата, я понимаю, что это там к доле секунды какие-то. Я клоню к тому, что родственников, наверное, ну там, я не знаю, не звать, разбираться. Знаете, бывают родственники... Только хуже могут сделать. Да. Всегда в полицию звонить или родственникам тоже? Как-то кому помощь, кому за помощью идти? Как ты думаешь? Я думаю, если конфликт уже, там надо смотреть, если конфликт уже никак нельзя как бы уладить, то лучше позвонить в полицию, чтобы они приехали и разобрались, чем вызывать родственников, когда ситуация, наоборот, может накалиться. Я надеюсь, частная история, которую ты нам сегодня поведал, покажет, что одна малейшая ошибка в жизни, и ты уже в колонии. Никто не застрахован, грубо говоря, от того, что ты можешь оказаться в местах не столь отдаленных. И это еще благо, что так ситуация сложилась, что все-таки это 106-я часть третья. Многие могут там... Сколько бы не рассуждали люди о том, что почему человеку там убил, а мы его судим, там 5 лет ему дали за то, что он убил человека. Потому что есть определенные обстоятельства, и в Головный кодекс все это прописывает. И ты оказался не по 99-й, а по 106-й. Вот эта ситуация показывает, что все-таки каждое действие твоей жизни за него придется отвечать. Увы и ах. Тебе спасибо за диалог. Я надеюсь, деньги найдутся в первую очередь, работа найдется. Я думаю, сотрудники в справедливом учреждении рано или поздно тут приходят новые предприниматели. Кстати, приглашаем. Здесь есть свободные места для того, чтобы заключенные работали. Вы будете закрывать свои иски и быстрее стремиться, чтобы увидеться с сыном. Наверное, самое главное для тебя пожелать увидеться со своим сыном вживую, чтобы он не слушал про то, что папа где-то там. Он есть, но я его не вижу. А чтобы папа был рядом со мной. И вот эти самые главные начальные этапы в жизни мальчика ты с ним переживал. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу программу обзором новостей. Парня придавило двумя вагонами в экибастузии шансов выжить у него не было. Жуткие кадры появились в сети. В управлении труда региона сообщили, погибшим оказался составитель поездов 2002 года рождения. На видео видно, как работник проходит между двумя составами и в этот момент они сходятся между собой. Пострадавшего зажимает, а после он в судорогах падает. Парень пытался встать. От полученных травм он скачался. Полицейские, к слову, сообщили начатое расследование по факту нарушения правил охраны труда. Уборщицу приговорили к трем годам ограничения свободы за кражу нескольких айфонов Павлодаре. 37-летняя женщина, будучи сотрудником клининговой компании, наведывалась в квартиры по найму. Однако мытьем полов не ограничивалось. В деле фигурирует несколько фактов. Пользовалась тем, что за ней никто не следил. В одном из случаев украла вдобавок еще и золотой браслет. Смартфоны сдавала в ломбарды, а вырученные деньги тратила. В суде вину признала полностью. Полицейским удалось найти похищенное имущество и вернуть владельцам. Казахстанцы, оказавшиеся на свадьбе в Экибастузе, угодили в больницу с отравлением. 32 человека обратились к медикам. Пост с жалобой на ресторан появился в одном из городских пабликов в Инстаграм. Указывается, что на мероприятии собралось порядка 200 гостей, в том числе из Караганды, Астаны, Павлодара и Аксу. После тоя у многих поднялась температура. Начался озноб, судороги, понос и рвота. По информации Экибастузского городского управления санэмбитконтроля, по факту открыта внеплановая проверка в ресторане, где проводилось мероприятие. За шутку о теракте в столичном ТРЦ наказали родители павлодарского школьника. После трагедии в московском Крокус-сити-холле через WhatsApp появилась рассылка с предложением за миллион тенге устроить вооруженное нападение на торговый центр в Астане. Полицейские нашли автора текста. Им оказался 10-летний мальчик из Павлодара, который хотел подшутить над сестрой. В итоге родители получили штраф в 73 тысячи тенге. В данном случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Однако несовершеннолетний, 2013 года рождения, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Учитывая, что он совершил умышленные деяния, содержащие признаки уголовного либо административного правомышления, за неисполнение обязанностей по воспитанию, наказан законный представитель несовершеннолетнего. Намного жарче, чем годом ранее. Ожидают погоду весной в Павлодарской области. Спасатели и охранники природы уже наготовят тушить. Уверены, без возгорания не обойдется, учитывая прогнозы синоптиков. Меж тем призывают население быть аккуратными с кострами, особенно в дачном массиве. Засуха и, как следствие, пожары прошлого года принесли убытков на 240 миллионов тенге. Напомню, самое крупное возгорание верты с Орманы тушили сутки. Площадь достигла 600 гектаров. Учитывая опыт прошлого года, прогнозы синоптиков неутешительны. Предварительные данные Казгидромета, действительно, в этом году будет ранняя весна, то есть ранее будет и жарче будет, чем в прошлом году. То есть меньше осадков будет, это дождей, влага, то есть будет, ну, по данным Казгидромета. С прошлым годом намного жарче. Первоначальная проблема сейчас – отжиги. Ситуация ежегодная. Делают это неконтролируемо. Спасатели взывают чуть ли не к совести. Пламя перекидывается на пойму, и леса страдают в итоге не только растения, но и животные. Если поймаются спичками, грозят штрафами. 22 случая было перехода. Как раз-таки в результате проведения неконтролируемых отжигов степные пожары перешли у нас на территорию Государственного лесного фонда. По ним 1,2 миллиона тенге, вот ущерб, мы выставили как раз-таки акиматом сельских уголов и было взыскано. Меж тем, в ветреную погоду не жечь мусор на дачах, просят спасатели. Понимают, что за каждым уследить не могут, но вот уследить за своим же огнем – обязанность любого владельца шестисоток. Весной, по статистике, число пожаров в садоводствах резко вырастает. Двум чиновникам назначили по два года ограничения свободы из-за аварии на Экибастузской ТЭЦ. На скамье подсудимых оказались глава территориального департамента комитета атомно-энергетического надзора и контроля, а также бывший руководитель отдела ЖКХ города Горняков. Напомню, без тепла жители остались в ноябре 2022 года. В приговоре суда указано, всего отключены были 149 многоэтажек, 15 соцобъектов и 114 частных домов. По версии следствия, чиновники недолжным образом ввели контроль при подготовке к отопительному сезону. О проблемах знали, в том числе и об изношенности, но меры не предприняли. На заседании оба вину отрицали, настаивали, что повлиять на ремонт и изменение ситуации по факту не могли. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что ответственность за обвиняемыми есть. Вдобавок к ограничению свободы им также запретили работать на госслужбе в ближайшие три года. Пьяный сельчанин обматерил медсестру в Иртышске. К медработнице мужчину привезли сотрудники полиции на медосвидетельствование. В поликлинике свое недовольство нарушитель решил выразить бранью, за что получил протокол за мелкое хулиганство. За распускание языка суд принял решение арестовать сельчанина на пять суток. Еще и штраф назначили почти в 20 тысяч деньги за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Такой была неделя происшествий. Если ваши права нарушают, звоните в нашу редакцию 5549. Разберемся вместе. С вами был Артем Клеван и пусть закон всегда будет на вашей стороне. Субтитры создавал DimaTorzok